Дружище, по-братски, сделай для меня подарок! Поставь лайкосик под видосик, оформи подписочку на канал и нажми колокольчик! Большое спасибо! А вот наш лучший красавчик, который выиграл путёвку в ролик! Поздравляем! Хочешь оказаться на его месте? Тогда напиши классный комментарий! Также после просмотра перейди по ссылке в описании и посмотри наш безумный сериал! Мы всегда стараемся для тебя! Короче говоря, я профукал подарок! Наступила весна! Это значит, что совсем скоро праздник всех женщин! Ну и, конечно же, моего брата! Я даже не удивляюсь, почему мама родила очкастого 8 марта! Он ведь по натуре та ещё девчонка! Ладно, не буду обижать Коляныча, у меня есть дело посерьёзнее! Нужно придумать, что подарить ему! Брат всегда говорит, что лучший подарок, это подарок, сделанный своими руками! Но только не в том случае, если дарят ему! Так что на эту тему придётся поразмышлять! А хотя, чего тут размышлять? Сейчас же пойду к нему и прямо спрошу, что бы он хотел на днюху! Коляныч, у меня к тебе есть очень серьёзный разговор! Ты вечно так говоришь! Но сейчас это касается тебя! Это тоже слышу каждый раз! Да послушай меня! Придумай себе подарок на день рождения! Хорошо! Точно меня услышал? Да-да-да! Точнее, не бывает! Ну всё отлично! Я тогда по делам отъеду! А ты тут думай! Да, дай! Удачки! Вечеркой вернусь! И смотри, чтобы у тебя уже была идея для подарка! Братанчик! А что за идея? Твою шмышь! Как всегда, из-за приставки всё прослушала! И для кого я должен придумать подарок? Ммм... О! Так тут всё проще простого! Подарок для Кати! Жены, брата! Стол размышлять, что можно подарить девушке на 8 марта! Может, бритву и носки? Нет, нужен не банальный подарок! Катя у нас хозяюшка! Пусть Андрей купит ей мешок картошки! Сама покушает, но и мы с братом будем сыты! Вариант отличный! Но прежде чем советовать его Андрею, решил посоветоваться с бабулей! Привет, внучок! Ты что, хотел? Привет, бабуля! Скажи, ты бы обрадовалась, если бы на халяву получила мешок картошек? О, конечно, обрадовалась! Крутик! Получается, это отличный подарок на 8 марта! Ты дурали! Почему? Только дурали, подарить девушке мешок картошки на 8 марта! Ты ведь сама сказала! Я думала на халяву! А 8 марта, это не халява! Тут подарок должен быть другой! Например? Ну, например, Ромка говорите! А то дед меня уже не слышит! Или делает вид, что не слышит! Нет! Громкоговоритель не подойдет! Есть еще варианты! О, какой ты внучок! Не пойдет! Ладно! Я бы еще котенка хотела! Спасибо тебе, бабуля! Что, спасибо? Так ты подаришь мне котенка или нет? Алло! Алло! И как это понимать? Интересно! Котя продутся, если Андрей подарит ей миленького котенка! Надо сопоставить все плюсы и минусы! Точняк! У моего друга есть кошка! Сейчас все разузнаю! Здорово, Вадик! У меня к тебе есть вопросик! Я даже не удивился! Ты всегда звонишь только тогда, когда тебе нужна помощь! Вадик, ты что выдумываешь? Когда я последний раз звонил тебе? Вчера! Ты не знал, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2! Все я знал! Просто... Просто тебя проверял! Хорошо! Тогда скажи ответ! Ну, 2 плюс 2 это 4! А 4 умножить на 2! Ответ 44! Ой, Коля, Коля! Как же сложно, когда твой друг тупее дуба! О, да уж! Понимаю тебя! С тупыми людьми очень тяжело! Хорошо, что я есть у тебя! Подожди! А разве я не единственный твой друг? Коля, ты мой единственный друг! О, ну тогда отлично! Короче, расскажи мне о минусах своей кошки! О минусах своей кошки? Ну знаешь, из таковых и нет! Кошка это лучший друг! Ее не нужно выгуливать в поездку раз в день! Кошки снимают стресс и понижают раздражительность у человека! Так что для тебя это лучший вариант! Не может быть все так гладко! Она ведь вечно срет в твои тапки! И не так давно ты заразился от своей любимой кошечки глистами! Еще она вечно тебя царапает! И кусается! А еще она ест твою еду! И ты вечно ходишь голодный! А еще... Остановить, Коля! Я все равно ее люблю! Ай, пока, Вадик! Ничем ты мне не помог! Ну как не помог? Помог! Теперь у нас в доме никогда не будет котов! Уже хотел дальше продолжить свои размышления насчет подарка! Как вдруг из шкафа выскочил дед! Я перепугался от неожиданности, что он забыл в нашем шкафу! Наверняка снова разозлил бабулю и прячется от нее! Я спросил у деда, чем он там занимался! Но он сказал, что просто захотел вспомнить детство и сыграть в прятки! Ага, так я и поверил! Вспоминая детство и играет в прятки! Сам с собой! Так и чувак вылез тогда! Да, проголодался ли что-то! О, не спеши, дедуля! Сейчас ты мне поможешь! Вот же черт так и знал, что не стоило вылезать! У меня к тебе очень важный вопрос! Вот что можно подарить девушке на 8 марта? О, так ты обратился по адресу внучок! Я настоящий спец по подаркам! Сейчас тебе помогу! Первый вариант это трусы! Я вот бабке своей подарил! Ей, конечно, они не подошли! Зато теперь их сам носу! Тида? Ты ходишь в женских трусах? Ты столбурокнул? Нет, конечно, я ж не дурачок! Я ей специально мужские трусы дарил! Я в шоке! Этот подарок отпадает! Нормальный вариант есть у тебя? Есть! Я вот еще как-то сковородку дарил своей старушке! Но скажу тебе честно, это так себе вариантик! После одного ударчика, голова еще три дня поваливает! Да уж, спасибочки! Помог называется! Я тебе шоу, энциклопедия! Не нравится, сам думай! А я пошел жрать! Да уж, конечно, из деда советчик отстойный! Походу в этой жизни можно рассчитывать только на себя! Но к большому сожалению, я даже на себя рассчитывать не могу! Потому что у меня в голове пусто! Может отвлечься от всех этих мыслей, идейка сама придет! Я тут же запустил приставку и полностью погрузился в игру! Прошло четыре часа, Андрей уже вернулся домой, а вот идея так и не заглянула ко мне! Очень жаль! Ну что, Коляныч, придумал подарок? Ну как сказать... О, да! Придумал! И что это? Это жвачка! Жвачка? Ну да! Подари жвачку! Ты уверен? А чё нет? Зачем тратить много денег на дорогущий подарок? Жвачка это дешево, но зато всегда выручит, когда варяет изо рта! Ух, ушло! Тем более, будет приятно целоваться! Главное, чтобы было с кем целоваться! Вот, держи! Заранее, конечно, подарки не дарят! Но раз ты хотел обычную жвачку, думаю, сейчас её можно подарить! С наступающей днюхой, братан! Спасибо, братанчик! Стоп! Это... Это что получается? Подарок был для меня? А не для Кати? Вот я бестолочь! Забыл про свою днюху! Андрей, ты всё не так понял! Неправильно понял! Я хочу совсем другой подарок! Андрей, братанчик! Братанчик мой! Я хочу другой подарок! Я смотрел телевизор и кушал! По телеку я услышал шутку Петросяна и стал громко смеяться! Вдруг я подавился! Хотел запить, но обжег пальцы и случайно разлил на себя горячий чай! Петросян смеялся! Я задыхался! Брат подумал, что я обоссался и тоже начал смеяться! Я подавился! Так, нужно ударить по спине! Ты зачем это сделал? Так это... Мне сразу же стало полегче! Только теперь колокольчики болят! Главное не подавиться! Очкарик, почему ты такой неудачник? Мне кажется, ты уже никогда не поменяешься! Слова брата меня очень обидели! И я понял, что должен поменять свою жизнь! Я решил отыскать путь к успеху! И нашел блог какого-то бизнесмена! На вид он выглядел очень солидно! И я решил воспользоваться его советы! Первый совет гласил... Хорошо, высыпайтесь! Хм! Это я люблю! Я быстро лег на кровать и уснул! Спустя какое-то время меня разбудил брат и попросил прибраться в квартире! Какая уборка? Иди сюда! Я меняю свою жизнь! Ну ладно, очкарик! Ты сам напросился! Я спал дальше! Через пару часов проснулся от голода! Хотел уже заглянуть в холодильник, но он был заблокирован! Я стал кричать о помощи! Быстро говори, какой пароль! Скажу только, если уберешь дома! Пришлось убирать дома! Когда я закончил, брат сказал пароль! Я покушал и вспомнил про второй совет! Подписаться на очкастово! Стоп! Но это выполняют только самые крутые и самые лучшие ребята! В следующем пункте было сказано! Пить побольше воды! Налил себе огромный графин и выпил таких еще три! Однако я сразу почувствовал, что хочу в туалет! А в туалете сидел мой брат! Я стучался и умолял впустить меня, но он как будто не слышал! Через пару минут он вышел! Извини, я просто с наушниками сидел! Свободно, можешь идти! Спасибо, но уже не надо! Пришлось поменять штаны! И после этого посмотрел четвертый пункт советов! Надо качаться! Хм, окей! Я нашел форму брата! Размялся! И пришел на площадку! Хм, а меня от жизни так уж и сложно! Целый день выкачался! Стоп! Но пора двигаться дальше! Надо уделять больше времени родным! Об этом был пятый совет! Я пришел к брату и начал рассказывать историю из своей жизни! И получается, я закрыл целых два часа! И только потом вспомнил! Что забыл надеть трусы! Забавно! У меня еще много историков! Вот, слушай следующую! Очкарик, что ты ко мне писал? Не видишь? Я по телефону разговариваю! Да! Да, это очкарик! Я обиделся на брата и решил прогуляться! У лифта я встретил свою соседку Бабу Зину! И тут я вспомнил про последний пункт! Больше улыбайтесь людям! Я посмотрел на нее и стал широко улыбаться! Однако Бабу Зина не улыбнулась в ответ! Она крикнула, что я извращенец! И ударила меня по яйкам! Зачем мне все это надо? У меня и так отличная жизнь! Любимые подписчики! О, заботливый брат! Я лучший друг! Лучше пока ничего не буду менять! О, мои красавчики! Вы еще тут тогда напоследок! Подпишись на меня, моего братана! Подпишись! Все будет классно! Будет классно у тебя! Смотрите наши видосики! И позитивное настроение гарантировано!